Сезон 2011, к счастью для Турции, удался на славу. В Россию вернулось нормальное лето с самой холодной страны мира. Попытки очернить Турцию, слава богу, никоим образом не сказались на потоке туристов, выбравшим для себя максимально комфортные условия. Кстати, еще не поздно-то и успеть в этом сезоне. Вылеты из Магнитогорска до октября месяца. И места в фирменных пегасовских отелях есть, к примеру, Акка. Название этого отеля, коротко, как возглас, возглас восхищения, Акка. И вот, чтобы найти какое-то приемлемое описание для всего того, что мы здесь увидели, мы очень долго думали, но ничего кроме Антедон мы и придумать не смогли. Так вот и отель называется Акка Антедон. Почему мы столько внимания уделяем именно отелям пегасам? Да потому что их мы любим. Потому что эти отели идеально сочетают в себе условия проживания, питания, питья и, естественно, адекватную цену. Потому как в поиске самого дешевого и скидок горожане частенько попадают в совсем не ту Турцию, которую мы знаем. Но есть категория жителей города Металургов, для которых заграница табу, что ли? И вот в отеле Акка Антедон мы решили задать вам вопрос. А как бы вам нафиг послать свою работу? Ну, для тех, кто не может сюда приехать, а ждет, когда комбинат его отправят на банное там или в Ессентуки. Да очень просто. Не комбинат Меден, жив Магнитогорск. Естественно, мы задаем вопрос, а сколько человек реально ездит в Турцию? Ну, сейчас-то 10 тысяч человек. В основном это бизнесмены, ну, или пенсионеры. А как поехать работнику комбината? Ну, надо для этого, чтобы в семье был всего один работник комбината. И тогда можно подгадать и подстроиться под отпуск. Да, вас, стоятели в пробках, еще мало на рейсах. И чего вы ждете-то? Туристическая поездка-то может состояться и завтра, тем более, что места есть. Места на безопасных самолетах с вылетом из магнитки. Достаточно только взять недельку-две, за свой счет взять кредит и брать его только на отдых. И из холодного сентября Урала, да впрочем и октября, через 4 часа с небольшим, окажетесь в самой чумовой Турции. Потому что эти месяца на Аталийском побережье самые вкусные и ароматные. Максим просил меня обыграть кактусы в отеле Ака. Ну, так вот, кактусы это магнитогорцы. Те, которые еще не ездили в Турцию. И в том числе работники металлургического комбината. Ну, странно. Получая зарплату в 1000 долларов, ну, одну из 12 ее зажать, чтобы не поехали вот так вот отдохнуть. На моем столе то, чего я обычно не кушаю. Это дивный тортик. Почему тортик дивный, я сейчас объясню. Я таких тортов магнитогорским не кушал. Вот так вот. Что еще меня подвигло на съедение этого тортика? Вот на столе я обратил внимание. Есть такая табличка. И перевернул. Так вот. Здесь написано, пожалуйста, не кормите кошек в отеле. Потому что для них приготовлено специальное меню. То есть я теперь знаю, куда я со своими шестью котами поеду отдыхать. Еще раз и крупное. Вообще-то торты в Турции это конек Максима. Я по мясу в основном. Но, господи, до чего же это вкусное. А сейчас мы специально пишем на пушку. То есть монструируем вам звуки отеля АК. Это звон тарелок и бокалов. И детский смех, плач. Потому что АК отель семейный. Здесь очень много детей. Ну и нам стало вдруг невыразимо печально. Посмотрите на стол. Все уже съедено. И больше мы съесть не смогли. И на этом хватит жрать. И немного информации из истории. Для чего? Для того, чтобы уважать вы начали страну, которая на протяжении 15 лет стала для нас дома вторым. И для тех, кто думает, что страна это бедная, скажем. На протяжении практически 500 лет Османская империя была третьей по величине после российской и британской. Точнее, когда и Россия, и Британия из островков и княжеств потихоньку расширялись, Османская империя уже владела всей плодородной территорией Северной Африки, всей территорией Восточной Европы, Греции, всем Кавказом до Каспием, всем Аравийским полуостровом и большей частью Средней Азии до Персии, так же, как и территорией современного Египта и Судана. Азовское и Черное море было внутренним морем Османской империи, как и Красное. Мало того, у Османской империи была еще и большая часть Средиземного моря. И это тоже была бы Турция, если бы не Американо-британская пакостность. Первая мировая окончательно отчекрыжила большую часть было увеличи. И только силами гениального Ататюрка удалось и целостность сохранить Турции, и построить социалистическое государство. Так что все разговоры про бедность Турции, про то, что страна это ислама, засуньте подальше. И на этом фоне чудесами Греции, Египта, Туниса, Израиля и Черногории дивитесь из уважения к той стране, граждане которой оберегали историю. Вот такие они, турки. Естественно, 500-летие переплетения религий и историй позволяет говорить и о том, что какие-то архитектурные различия в большинстве европейских, ближневосточных и североафриканских стран вы не найдете. Потому что Турция это и Альфа, и Омега Средиземноморского побережья. А с такими отелями, вау! Вы вот так часто сверху вниз можете посмотреть на ваших товарищей, соплеменников и всех остальных. Думаю, не часто. Но вот здесь вот в Анталии местечко такое, Лара есть. В таком вот отельчике, роял не знаю как, в общем нормально все. С площадью «мама, не горюй». Вот так можно на других смотреть. При этом, честно говоря, вот этот отель запустился-то недавно. 2011 год, 1 апреля. Пошутили, да, наверное, что где-то был кризис. Так здесь кризиса-то нет. Вот так люди отдыхают. В золоте, в серебре, в хрустале, в Сваровских. То, что стало с Сиде после увиденного у меня в голове устроило мегабум. Оказывается, можно грамотно, не разрушив, заново перекроить все побережье. То есть перенести целиком всю двухполосную магистраль ради безопасности туристов. Вы где такое отношение к людям-то еще видели? В Сочи. 2 мая. Исторически важный день. День победы американского народа в битве с терроризмом. Сегодня грохнули Бен Ладеном. Ровно 10 лет назад, ну практически ровно 10 лет назад, я был тоже пораженный и так вот удивлен, когда грохнули два небоскреба. Мы как раз 12 сентября улетали из Турции. Все меняется и в лучшую сторону. Вчера мы вам не показывали 1 мая, потому что мы были белеки. Белек. Две улочки и в принципе все отели знакомые. Я их вам 10 раз уже показывал. Сиде. Что в Сиде изменилось? Ну, во-первых, вы Сиде не узнаете. По одной простой причине. Раньше эти отели дивные не имели своей береговой линии. Потому что мы раньше вон по той улочке проезжали. По дороге в Аланию или в Манавгар. Сегодня и сейчас ресепшн на некоторых отелях пришлось перенести в другую сторону. Ну, а так вы сами можете посмотреть, сколько еще раз мы сюда будем ездить в Турцию, чтобы вам ее показывать. Потому что она бесконечно строится. И тем самым, походу, дает фору всяким там другим странам. А снимаем мы это все с территории отеля Дракон. В китайском стиле. И не случайно мы выбрали именно эту территорию. Потому что всему-то миру пример, как нужно строиться и развиваться, показал именно Китай. Теперь внимание. Тот, кто не успел. Путевки в Сиде есть еще. И можно просто офигеть, увидев, как изменился ваш отель. С прошлой. Первой береговой. Теперь детишки могут идти до пляжа без проблем. Мы же традиционно офигели от сети Алибэй. Тяжелая неказиста жизнь простого журналиста. Ну, простые журналисты в Магнитогорске. Это вот чекендрончики там, тачебуречки. Я никогда журналистом не был. Но мне сказали, лошара, ты же 15 лет как работаешь в этой области. Знаешь, журналист. И меня попросили, я не буду говорить о том, что мне пришлось сейчас давиться семгой копчененькой, семгой там лененькой, паштетами семги. Ягненочком свеженьким. Такой шаурмой, которую я в жизни не ел. А анчоусами маринованными. Да, и тоже попросили не говорить, но придется. У меня установилась телепатическая связь. После второго захода, там где кушать дают, ко мне уже официант прибегал и опять заставлял давиться десятилетним вином красным. И в моей жизни есть два человека с отчеством Филипповичем. Большое уважение и респект к ним. Так вот, они вроде как бы собирались поехать сюда. Но я рекомендую все-таки Алибэй Сиде. Вот это отвязная хавка. И вы ничего не подумайте, что так камера немножко потрясывается, потому что другой журналист, он сейчас эту камеру уже и держит. После Алибэя Сиде. Опять нелегкая журналистская судьба занесла нас на лазунный берег, говорил один из журналистов старшего поколения. Мы говорим так. Опять наша нелегкая журналистская судьба занесла нас в один из отелей под названием Алибэй. И опять же, вот совет туристу начинающему, который попал в такой отель, не пожалел денег. Вы, пожалуйста, после обеда планируете так называемые активити. Вот, допустим, вот такие вот горки. Или постарайтесь куда-нибудь начать опаздывать. Потому что после такой еды нужно обязательно пробежаться. Потому что если вы ляжете где-нибудь, то вас смотрит такой сон. Он, конечно, здоровый, но вот на вот этих отложениях нехорошо сказывается.